раз ты смотришь это видео я подозреваю что тебя достал твой звук двигателя m52 либо m50 поэтому посмотри мое видео и если твои симптомы совпадают с моими то я тебе помогу устранить этот звук и ты сможешь ездить по району не думая что у тебя старое ведро погнали привет приветствую вас опять же на канале hd лесус если помните недавно выкладывал видео про непонятный стук на двигателе m52 в принципе я пособирал ваши отзывы почитал форумы и понял что такая проблема довольно таки распространенная на этих движках и я решил глубоко проанализировать что может быть если двигатель издает такой шум и вы удивитесь но решение довольно таки простое и ничего критичного в этом нет смотрите дальше я расскажу вот так у меня сейчас работает двигатель до этого слушался характерный звук с переднего правого крыла мне довольно таки много людей написали у кого такая же проблема двигатель m52 1 ваннас стоит на е-39 у меня в принципе на е-36 была аналогичная проблема и решение очень и очень простое для того чтобы определить такая же проблема у вас как у меня или нет при заводке двигателя на холодную посчитайте сколько секунд у вас горит масс лампочка масленки у меня она горит где-то пять секунд но по регламенту должна гореть 2-3 секунды это первый звоночек второй момент какое масло вы заливаете если у вас есть стук на 5 в 40 но нету стука или он меньше на 10 в 40 это звоночек номер два и третий момент звук должен идти не из головы а идти из передней части двигателя снизу в районе масляного поддона звук отчетливо слышно когда камеру подносишь сюда по переднему правому крылу если у вас такой же симптом значит смотрите дальше я расскажу как победить этот момент эти моменты мы сверили ну а теперь пора рассказать про саму причину значит первый момент у меня были подозрения на то что с детали у меня сильно износились но в двигателе появились естественные зазоры со временем от выработки и масляной пленки не хватало я ездил на этом на масле 5 в 40 постоянно и на 5 40 этот стук наблюдался довольно сильнее для эксперимента я попробовал залить 10 в 40 стук остался но стал намного тише и тут до меня начали доходить некоторые мысли а что если у меня недостаточно давление в системе и примерно я был прав данной проблемы есть два метода первый это дорогой второй попроще значит первый метод это выяснить причину малого давления масла в системе это может быть как клапан масляного стакана в этом масляном стакане у меня m52 в этом масляном стакане есть клапан и есть на самом стержне два маленьких уплотнителя которые не продаются вместе с фильтром кому-то помогала замена этих уплотнителей и давление становилось в норму у некоторых западает клапан соответственно давление стравится с моим клапаном все в порядке это однозначно потому что на горячее масло нагнетается быстро лампочка тухнет в секунду поэтому как вариант поменять прокладку между масляным стаканом и блоком и поменять два маленьких колечка которые идут на стержне крышки это один из маленьких моментов выбрал метод подешевле и он реально сработал значит так как давление в системе не всегда достаточно этот натяжитель является гидравлическим и работает под давлением масла если ему масло недостаточно значит можно его прижать механически каким образом так как здесь идет пружинка которой шток получается ее не хватает из-за того что давление системе меньше чем должно быть но вы хотите избавиться от этого стука то мы можем воздействовать на эту пружинку механически на движках м52 и м50 здесь у нас находится гидравлический толкатель вот он наш натяжитель разбираем его и подкладываем вот сюда вот гаечку берем гаечку на 10 и юбкой вверх рукожоп гюбкой вверх кидаем ее туда получается вот такая вот проставочка соответственно пружина будет давить сильнее и цепь будет натянута сильнее соответственно ход пружины становится больше и натяг пружины становится также больше из-за того что эти две гаечки создают дополнительное напряжение на саму пружину то есть по факту механизм работает так как положено но пружина давит на натяжитель сильнее соответственно мы компенсируем тот зазор который не дает давление масла не компенсируется давление масла и пружина придавливает цепь как нужно теперь послушайте какой звук у меня сейчас залито масло 5w 40 и этого звука практически нет я не стал подкладывать больше гаек переживая чтоб не съела натяжитель но по сравнению с той трещоткой которая была до этого сейчас двигатель работает довольно таки приятно поэтому выбирать стоит вам как поступить конечно же по хорошему лучше выяснить причину низкого давления масла и ее устранить и что двигатель работал нормально но для тех кого раздражает данный звук и нет возможности сейчас разбирать половину двигателя чтобы выявить и устранить данную причину то вот эти две маленькие подсказки от меня вам помогут поэтому если вам помогло ставьте лайк подписывайтесь на канал будет еще много интересных видео всем пока и до встречи